Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Игорь Ерёмин, с очень важным выпуском от проекта Рэп Ньюз. Сегодня я расскажу все подробности задержания гангстера Хованского, а также о том, кто неожиданно вступился за него. Мы специально выждали время, чтобы собрать максимум деталей, а тем временем рэпер Баста больше не будет выпускать новые альбомы. А Птаха снялся в продолжении легендарного фильма «Брат». Ну что, готовы? Тогда поддержите ролик лайком и погнали! Всегда мы пополам, как ты там поживаешь. Скучаю, братан, всё то время прошло, как будто бы сон. Сколько было всего с того время, столько произошло. Дорогие подписчики Рэп Ньюз! Хотите стильно одеваться и при этом не переплачивать? Тогда рекомендуем вам годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. У хасла в наличии более 3000 кроссовок. Редкие эксклюзивные модели, которые вы не увидите в обычных магазинчиках, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. Да, и мы сами лично всё проверяли и ручаемся за этот магазин. Самое главное, у хаслов есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если вам товар не подошёл, его можно вернуть. А для наших подписчиков действует промокод Рэп Ньюз, дающий скидку аж 30%. Не переплачивайте в других магазинах и покупайте стильные вещи и кроссовки на hustle.rf по доступным ценам. Переходите и убедитесь сами. Ссылка в описании под видео. Не забудьте, промокод поможет сэкономить. 9 июня интернет всколыхнули кадры задержания блогера и рэпера Юрия Хованского. К нему в квартиру неожиданно наведались люди в масках и положили лицом в пол. Как сразу же стало известно, этими людьми оказались представители силовых структур МВД по борьбе с экстремизмом в России. Юру доставили в отдел, где ему были предъявлены обвинения. Блогеры решили привлечь к ответственности за его песню десятилетней давности про Норд-Ост. По мнению сотрудников Центра Э, в исполненной композиции Хованский позволил себе оправдывать терроризм. Его подозревают в призывах к террористической деятельности из-за песни про Норд-Ост. В ней Хованский оправдывал теракт на Дубровке, желал смерти детям и призывал взрывать метро. За это ему могут впаять от 3 до 7 лет тюрьмы. А самый лучший исход данного дела – это штраф или условный срок. В ходе допроса Хованский частично признал вину, а после предварительный суд решил заключить его под стражу в СИЗО на 2 месяца до оглашения окончательного приговора. Задержан по статье 205.2, вторая часть УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свое вину. К большому удивлению, в этой неутешительной ситуации Юрия Хованского поддержал его экс-оппонент по Версусу Дмитрий Ларин, которого в тот же день тоже задержали и привезли в отдел по делу Хованского, где Дима проходил в качестве свидетеля. Как же заебали лицемерные мгази, что в погоне за хайпом лезут к нам в рэп? Привет, Ютуб, с вами Ларин. Сегодня я расскажу о своем опыте моего первого допроса. Меня привлекли по делу Хованского. После допроса Дмитрий записал целый ролик в поддержку своего экс-соперника. В видео он отметил, что нельзя сажать человека за песню, которую он исполнял на стриме 10 лет назад с аудиторией в 5 зрителей. По мнению Ларина, песня про Норд-Ост, где поется о теракте, абсолютно мерзкое произведение. Но впарить за это человеку от до 7 лет тюрьмы несправедливо и жестоко. В аргументацию своих слов Дима привел факт, что Хованский сам удалял эту песню, которую перезалил в итоге на свой канал какой-то аноним. Также блогер осудил тех людей, которые подставляют медийных личностей, притягивая их за слова небывалой давности. Конечно, песня ужасная. Конечно, песня мерзкая. Однако это происходило 10 лет назад практически. На стриме, где было 5 человек. Осуждаю как бы вот такого рода высказывания, музыкальные произведения вообще не должны быть такими. Но на секундочку, 2 месяца в СИЗО сейчас за что-то, что было сделано несколько десяток практически лет назад. Песня, которую Хованский пытался всячески удалить, она всплывала не на его ресурсе. Эта песня всплывала время от времени. И он, я так понимаю, ее удалял. И вот последний раз он, видимо, не смог этого сделать. И вот случилось то, что случилось. Но сажать за такую вещь, за которую он раскаялся уже, которую он всячески выдавливал. Ну, ребят, мразотный поступок Хованский с той песней. Конечно, мразотный. Но я считаю, что люди, которые поднимают сейчас старую инфу о старых блогерах, какие-то высказывания, песенки, они... Они мрази. Кстати, еще Хованский был помощником депутата ЛДПР Василия Власова. Так вот, представитель ЛДПР тоже не остался в стороне и прокомментировал произошедшую ситуацию. Как стало известно из его поста в Инстаграм, Хованский уже как полгода не является его помощником. Сотрудничество с блогером было прекращено из-за его слишком радикальных высказываний. Однако это не помешало Власову заступиться за Юрия. Депутат подметил, что Хованский еще в 2014 году давал объяснительную сотрудникам полиции и извинялся за песню про Норд-Ост. Но это не помешало сотрудникам МВД России предъявить ему обвинение и посадить в тюрьму спустя столько лет. Этот кусочек видеозаписи размещали. Юрий, еще раз подчеркиваю, в 2014 году после этого, через три года, давал пояснение следственному комитету, давал пояснение полиции и отделу Э по борьбе с экстремизмом. И вроде бы он туда сходил, со всеми поговорил, объяснение дал и про это забыл. Я осуждаю и считаю, что он, конечно же, должен заслуженно наказание понести. Но почему он не понес его 10 лет назад? Однако, по мнению редакции Рэп Ньюс, при всей неоднозначности персона Юрия Хованского сейчас демонстрирует показательную порку. На манер сидите вы по тише в вашем интернете, а не то будет как с Хованским. Ведь какая бы омерзительная песня не была исполнена, пытаться на серьезке закрыть за нее на реальный срок – бесчеловечно. А тем более за песню на стриме, исполненную 10 лет назад, из-за которую Хованский уже давно приносил извинения, удаляя несчастный стрим отовсюду. Отдельно хотелось бы вставить комментарий по поводу всей этой ситуации от Варламова. А именно о том, почему персональные данные, видео и фото задержанного были слиты в сеть менее чем через сутки. Почему из задержания устраивали такой цирк и шоу? Неужели за это люди платят налоги, чтобы спецназ задерживал Хованского? Чтобы сотрудники правоохранительных органов из своей работы устраивали шоу «Пусть говорят». Тот самый случай, когда хочется спросить – других дел нет? У исполнителя Делто вышел новый альбом под названием «Помни обо мне». В альбом вошло 7 композиций, каждая из них по-своему интересна. Работа понравится тем, кто любит, когда совмещают разные стили и жанры. Все песни из альбома довольно разные, поэтому каждый слушатель сможет найти для себя подходящую. Нам, например, зашла песня «Останься», похожая на творчество «Анакондос». Один из культовых ростовских рэперов, Василий Баста, заявил, что больше не будет выпускать новые альбомы. Такое решение связано с тем, что, по его мнению, в реалиях нынешней музыкальной индустрии один сингл может продаться лучше, чем полноценная пластинка. Что ж, таким образом на наших глазах уходит целая эпоха той массивной рэпчины, что когда-то радовала изобилием душевных строчек и колоритом уличного лайфстайла. Отметим, что последней пластинкой в дискографии Басты стал его альбом «Баста 40», что был выпущен осенью прошлого года. К слову, ход Басты может быть вполне связан с банальным творческим кризисом. Вдумайтесь, до релиза «Басты 40» новый альбом Василия не выходил целых 4 года. В своем интервью Ксении Собчак сам артист признавался, что новый материал дается ему очень тяжело. Лева Куленко уже не может писать тексты так воодушевленно, как делал это раньше. Вот эта история, почему... Просто у Леха, Леха это человек, который может сесть и вот так просто сходу написать пиздец. А я там, знаешь, как этот, блядь, рубанок, блядь. Тяжелый, тяжелый люк, знаешь, это... Как тяжелым молотком приходится все. Возможно, рэпер просто решил не мучить себя и не заставлять выдавать людям слабый материал. Все-таки Василию Михайловичу уже 40 лет, и он взрослый дядя, у которого помимо музыки есть семья и много различных бизнесов, в том числе Газгольдер. С 97-го года Баста выпустил 22 альбома. За такое число выпущенных работ и столь продолжительные года в рэп-музыке можно легко перегореть, что и случилось в итоге с Вакуленко. Вместе с этим заметим, что, возможно, стоит ждать новые альбомы Василия, но исключительно от его сайт-проектов. Пластинкам же от его основного псевдонима официально настал конец. Ставь лайк, если тоже будешь скучать, вспоминая то славное время, а также напиши в комментариях, какой альбом Басты за все время нравился тебе больше всего. Будет интересно почитать ваше мнение. Птаха стал участником очередного культового возвращения. Нет, мы не про еще одно примирение группы Центра или его бой в октагоне. Давид Нуреев появился в трейлере продолжения легендарного фильма «Брат». Ну вот скажи мне, цыган, в чем правда? Правда в силе? Данное событие нехило пошатнуло интернет. Должны отметить, что поклонники оригинального фильма не оценили присутствие рэпера в кинокартине, закидав трейлер с его участием тоннами дизлайков. Еще создатели трейлера даже не удосужились делать нормальный звук видео, элементарно наградив героев качественными петличками. Сам же артист поспешил отреагировать на это, сделав достаточно резкие заявления. Давид осудил зрителей за то, что они еще не смотрели сам фильм, а уже подвергают его неистовой критике. Сейчас каждый будет базарить, зачем вы снимаете «Брат 3», зачем вы это делаете? Блять, будет шляпа. Вы сначала фильм посмотрите, потом пиздите. Я не понимаю людей, которые не смотрели фильм. Фильм еще сниматься не начал, а вы уже пиздите, что будет шляпа. Вот из-за таких, как вы, в этой стране, кто ничего не хочет снимать, и все съебываются отсюда. Потому что вы нихуя не понимаете, нихуя не знаете, но обосрать любите. Кстати, режиссер третьей части «Брата» не имеет никакого отношения к первоисточнику фильма и его создателям. Посему сам автор данного кино возлагает на себя слишком большую ответственность, ведь он берется за продолжение поистине культового фильма. И то, сможет ли он оправдать возложенное ожидание фанатов оригинала, кардинально влияет на то, не запятнает ли он честь картины «Брат» и образ Данилы Багрова. Так что вот тут надо аккуратнее, потому что сам трейлер уже не заслуживает доверия. А если и фильм окажется провальным, то вместо овации и успеха картину ждет сокрушительный обзор «Бэткомедиена» с упреками со стороны зрителей в издевательстве над культовой картиной их детства или юности. «Скриптонит» неожиданно залетел с куплетом на дебютный сингл с нового альбома исполнителя «The Limbo». Отметим, что некогда звезда песни в ТикТоке, а взавелся уже внушительным послужным списком в хип-хопе. «Лимбо» уже успел фитануть с Кридом, Маркулом, а теперь вот и со «Скриптонитом». «Двух стволка направлена на твои болки, сумки, только резинки, только прицел на твоем затылке, реально, по силке, голове опилки». Вышел долгожданный фит Джонни Боя и Стима. Композиция получилась неоднозначной, так как Денис анонсировал ее как злую пушку, а в итоге обещания не были выполнены и слушатели получили ньюскульный стиль без какой-либо попытки сделать агрессивное звучание. Стим же стабильно порадовал и выдал именно то, что хотели слушатели – агрессию и панчлайны. «Легкие, моим бэндом мы просим свободу легкие, тишина слепотая, ничто не елкнет, это гейм, но тут каждый хостич дохнет». «На улице, где рос и ваши Олджи, поставились без гроз, похуй на безрост, выбили весь лоз, что публика и космо принес серьез». А Элджей продолжает череду новых синглов, представляя слушателям свой новый трек «Крестики-нолики», где артист снова уходит в рок-звучание. К слову, вместе с презентацией и композицией Леха анонсировал и новый альбом. «Тю на затылке, крестики-нолики, мы все наркоманы и алкоголики». Представитель «Белой чуваши» из «Зараза» выпустил новый альбом. На фитах отметились уже привычные хорусы и Тиэла. Неожиданную кампанию составили ему Лок-Док и Джей-Эс-Пи-Ди. «На острове незримом в тени средь болотный топь, дом на костях воздвигнут, что народ зовет кислот». «Вот мой дом, и он покосившийся словно от хохота, ночью в нем». Тюновым щебетом воют роботы. А я тут бороду обшит, колючий, как будто проволока. Рву провода души, да кисло заливаю себя в облако. «Ти-Фест» продолжает радовать своих слушателей продуктивностью. Он представил сразу два новых сингла, один из которых совместный с диджеем Смэшем. «И хотел упасть от них, я прям под землю вниз, как таблетки в их крови, я вся твоя любовь разлетится на куски». «Кто бы мог поверить, слева мой брат и мы на сцене, куда ты снова едешь?» «Завтра я еду жить в флонд, со мной засыпает Мария, звонили из лобби вниз в халате, все там ждут Кирилла». А Гарри Топор вылезает из затижья и, последовав примеру Ти-Феста, выпускает сразу два новых трека. Данные работы – настоящее наслаждение для ушей поклонников его творчества. «Силуэты все мелькают через мутное стекло, внутри мы мертвы давно, мне не нужны твои друзья, ведь я с собой не знаком». «Ангелы жгут это здоровье, разум, как-как-как карающий пластер, он пистает список своих контактов, нахуй, нахуй, нахуй». «Киевс Тонер» и «Глюкоза» представили танцевальный совместный трек и вместе с ним мультяшный клип, выдержанный в зеленой цитовой гамме. «Ты не выходишь из головы, передо мной твои глаза, мне не нужны темы, только я не хочу идти назад. Это гипноз, ты оставил мне свой парфюм, море вопросов, но нету ответов, только шум». Заканчивается наш дайджест с двумя треками от экс-ведущего Версуса Саши Ресторатора. Мы все еще ждем возрождения баттлов, а пока слушаем очередную порцию музла с жизненными переживаниями Рестора. «Забавно, как же долго я ищу всех визави под уху, потребовав лишь пять минут и два свободных уха. Дивно, только не уходи вновь, я и так оставил всю свою кровь пивной. Отсутствует алиби, это я кричал о любви, тогда на палубе летали голуби, а мы на полу были голыми, напали бы на того, кто не уследил, стоя на палеве». Друзья, на этом я с вами прощаюсь, обязательно жду вашего мнения о задержании Хованского, как вы относитесь к этому, напишите, а также будете ли вы скучать по альбомам Басты и что думаете о Птахе в качестве героя фильма «Брат». Не забудьте поддержать ролик лайком и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok